Работа над Ржевским мемориалом советскому солдату подходит к концу. В Ржевский район из Белгорода доставили третью последнюю часть каркаса для центральной фигуры мемориала. И уже начался монтаж конструкции. Кадры возведения увидела наша съемочная группа во время пресс-тура на место. На площадке под Ржевом, где создают мемориал советскому солдату, начался новый этап работ. Монтаж каркаса для центральной части фигуры. Его монтируют на насыпном кургане, для сооружения которого понадобилось 15 тысяч кубометров песка. В центре площадки на высоте 10 метров сейчас начался монтаж каркаса. Металлическую конструкцию изготовили в Белгороде. Три яруса высотой 25 метров. Общий вес около 30 тонн. При его доставке не обошлось и без трудностей. После того, как каркас был собран и погружен в тралы, конструкция была негабаритной, пришлось разбирать часть завода, на котором выполнялось подготовление, для того, чтобы эти конструкции с завода выехали. Поэтому конструкции доехали буквально за сутки до местного назначения. Общий вес конструкции вместе со скульптурой будет порядка 110 тонн. Но смотреться он будет облегченно. Каркас является скелетом, на который навешивается бронза. Он со второго яруса переходит в неправильную форму. Это обусловлено тем, что, так же, как и тело человека, оно у нас изменяется от ног к голове. Соответственно, форма к верху становится сильно неправильной. Ржевский мемориал в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Оржевом в 1942-1943 годах. Планируется, что он станет одним из самых масштабных в Европе. Проект его создания реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Минкультуры России, Союзного государства и правительства Тверской области. Для нас очень важно, и это, можно сказать, без преувеличения, чтобы наша территория внесла свой вклад не просто в праздник 75-летия Победы, но и дала возможность всем людям, которые проживают не только на территории Тверской области, но и в московской агломерации, посещать этот мемориал, который бы хранил память о тех событиях, к сожалению, очень тяжелого времени, через которые прошла вся наша страна. Отметим, что на площадке уже проложены все подземные инженерные сети. Положен первый слой асфальта на дорожках. Сейчас также идет отсыпка растительного слоя и работы по благоустройству территории.